Оскар Уайлд. Портрет Дориана Грея. Глава 16. Полил холодный дождь, и сквозь его туманную завесу тусклый свет уличных фонарей казался жутко мертвенным. Все трактиры уже закрывались, у дверей их стояли кучками мужчины и женщины, неясновидные в темноте. Из одних кабаков вылетали на улицу взрывы грубого хохота, других пьяные визжали и переругивались. Полулежа в кэбе и низко надвинув на лоб шляпу, Дориан Грей равнодушно наблюдал отвратительную изнанку жизни большого города и время от времени повторял про себя слова, сказанные ему лордом Генри в первый день их знакомства. «Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа». Да, в этом весь секрет. Он, Дориан, часто старался это делать, будет стараться и впредь. Есть притоны для курильщика в опиума, где можно купить забвение. Есть ужасные вертепы, где память о старых грехах можно утопить в безумии новых. Луна, низко висевшая в небе, была похожа на желтый череп. Порой большущая безобразная туча протягивала длинные щупальца и закрывала ее. Все реже встречались фонари, и улицы, которыми проезжал теперь кэб, становились все более узкими и мрачными. Кучер даже раз сбился с дороги и пришлось ехать обратно с полмири. Лошадь уморилась, шлепая по лужам, от нее валил пар. Боковые стекла кэба были снаружи плотно укрыты серой фланелью тумана. Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа. Как настойчиво звучали эти слова в ушах Дориана. Да, душа его больна смертельно. Но вправду ли ощущения могут исцелить ее? Ведь он пролил невинную кровь. Чем можно это искупить? Нет, этому нет прощения. Ну что ж, если нельзя себе этого простить, так можно забыть. И Дориан твердо решил забыть. Вычеркнуть все из памяти, убить прошлое, как убивают гадюку, ужалившую человека. В самом деле, какое право имел Безел говорить с ним так? Кто его поставил судьей над другими людьми? Он сказал ужасные слова. Слова, которые невозможно было стерпеть. Кэб тащился все дальше, и казалось, с каждым шагом все медленнее. Дориан опустил стекло и крикнул кучеру, чтобы он ехал быстрее. Его томила мучительная жажда опиума. В горле пересохло, холеные руки конвульсивно сжимались. Он в бешенстве ударил лошадь своей тростью. Кучер рассмеялся и, в свою очередь, подстегнул ее кнутом. Дориан тоже засмеялся, и кучер почему-то притих. Казалось, езде не будет конца. Сеть узких улочек напоминала широко раскинутую черную паутину. Во однообразии их было что-то угнетающее. Туман все сгущался. Дориан стало жуткой. Проехали пустынный квартал кирпичных заводов. Здесь туман был не так густ, и можно было разглядеть печи для обжига, похожие на высокие бутылки, из которых вырывались оранжевые велеобразные языки пламени. На проезжавший кэб залаяла собака. Где-то далеко во мраке кричала заблудившаяся чайка. Лошадь споткнулась, попав ногой в колею, шарахнулась в сторону и поскакала голубым. Через некоторое время они свернулись с грунтовой дороги, и кэб снова загрохотал по неровной мостовой. В окнах домов было темно, и только кое-где на освещенной изнутри шторе мелькали фантастические силуэты. Дориан с интересом смотрел на них. Они двигались, как громадные марионетки, а жестикулировали, как живые люди. Но скоро они стали раздражать его. В душе поднималась глухая злоба. Когда завернули за угол, женщина крикнула им что-то из открытой двери. В другом месте двое мужчин погнали за кэбом и пробежали ярдо в сто. Кучер отогнал их кнутом. Говорят, у человека одержимого страсти мысли вращаются в замкнутом кругу. Действительно, искусанные губы Дориана Грея с утомительной настойчивостью повторяли и повторяли все ту же коварную фразу о душе и ощущениях, пока он не внушил себе, что она полностью выражает его настроение и оправдывает страсти, которые, впрочем, и без этого оправдания все равно владели бы им. Одна мысль заполонила его мозг клетку за клеткой, и неистовая жажда жизни, самый страшный из человеческих аппетитов, напрягала, заставляя трепетать каждый нерв, каждый фибр его тела. Уродства жизни, когда-то ненавистные ему, потому что возвращали к действительности, теперь по той же причине стали ему дороги. Да, безобразие жизни стало единственной реальностью. Грубые ссоры и драки, грязные притоны, бесшабашный разгул, низость воров и подунков общества поражали его воображение сильнее, чем прекрасное творение искусства и грезы, навеваемые песни. Они были ему нужны, потому что давали забвение. Он говорил себе, что через три дня отделается от воспоминаний. Вдруг кучер рывком остановил кэп у темного переулка. За крышами ветхими дымовыми трубами невысоких домов виднелись черные мачты кораблей. Клубы белого тумана, похожие на призрачный парусаль, нулик и хреем. «Это где-то здесь, сэр?» – хрипло спросил кучер через стекло. Дорин встрепенулся и окинул улицу взглядом. «Да, здесь», – ответил он, и поспешно выйдя из кэпа, дал кучеру обещанный второй саверен, затем быстро зашагал по направлению к набережной. Кое-где на больших торговых судах горели фонари. Свет их мерцал и дробился в лужах. Вдалеке пылали красные огни парохода, отправлявшегося за границу и набиравшего уголь. Скользкая мостовая блестела, как мокрый макинтош. Дорин пошел налево, то и дело оглядывая, чтобы убедиться, что никто за ним не следит. Через 7-8 минут он добрался до ветхого грязного дома, вклинившегося между двумя захудалыми фабриками. В окне верхнего этажа горела лампа. Здесь Дорин остановился и постучал в дверь. Стук был условный. Через минуту он услышал шаги в коридоре и забрянчала снятая с крюка дверная цепочка. Затем дверь тихо отворилась, и он вошел, не сказав ни слова, приземистому тучному человеку, который отступил во мрак и прижался к стене, давая ему дорогу. В конце коридора висела грязная зеленая занавеска, колыхавшаяся от резкого ветра, который ворвался в открытую дверь. А дернув эту занавеску, Дорин вошел в длинное помещение с низким потолком, похожий на третийразрядный танцкласс. На стенах горели газовые рожки, и их резкий свет тускло и криво отражался в засиженных мухами зеркалах. Над газовыми рожками рефлекторы из гофрированной жести казались дрожащими кругами огня. Пол был усыпан ярко-желтыми опилками со следами грязных башмаков и темными пятнами от пролитого вина. Несколько малайцев, сидя на корточках утопившейся железной печерки, играли в хвости, болтали и смеялись, скали белые зубы. В одном углу, навалившись грудью на стол и положив голову на руки, сидел моряк, а у пестрой размалеванной стойки, занимавшей всю стену, две изможденные женщины дразнили старика, который брезгливо чистил щеткой рукава своего пальто. «Ему все чудится, будто по нему красные муравьи ползают», — с хохотом сказала одна из женщин, проходившего мимо Дориана. Старик с ужасом посмотрел на нее и жалобно захныкал. В дальнем конце комнаты лесенка вела в затемненную каморку. Дориан сбежал по трем расшатанным ступенькам, и ему ударил в лицо душный запах хлопиума. Он глубоко вдохнул его, и ноздри его затрепетали от наслаждения. Когда он вошел, белокурый молодой человек, который, наклоняясь над лампой, зажигал длинную тонкую трубку, взглянул на него и нерешительно кинул ему головой. «Вы здесь, Адриан?» «Где же мне еще быть?» — был равнодушный ответ. «Со мной теперь никто из прежних знакомых и разговаривать не хочет». «А я думал, что вы уехали из Англии». Дарлингон парится, палец не ударит. Мой брат, наконец, уплатил по векселю. Но Джордж тоже меня знать не хочет. «Но да все равно», — добавил он со вздохом. «Пока есть вот это с надобьей, друзья мне не нужны. Пожалуй, у меня их было слишком много». Дорин вздрогнул и отвернулся. Он обвел глазами жуткие фигуры в самых нелепых и причудливых позах, раскинувшиеся на рваных матрасах. Судорожно скрюченные руки и ноги, разинутые рты, остановившиеся тусклые зрачки — эта картина словно завораживала его. Ему были знакомы муки того странного рая, в котором пребывали эти люди, как и тот мрачный ад, что открывал им тайны новых радостей. Сейчас они чувствовали себя счастливее, чем он, ибо он был в плену у своих мыслей. Воспоминания, как страшная болезнь, гладали его души. Порой перед ним всплывали устремленные на него глаза Безила Холварда. Как не жаждал он поскорее забыться, он почувствовал, что не в силах здесь оставаться. Присутствие Адриана Синглтона смущало его. Хотелось уйти куда-нибудь, где его никто не знает. Он стремился уйти от самого себя. — Пойду в другое место, — сказал он после некоторого молчания. — Наверх? — Да. — Но эта дикая кошка, наверное, там. Сюда ее больше не пускают. Дориан пожал плечами. — Ну что ж, мне до тошноты надоели влюбленные женщины. Женщины, которые ненавидят, гораздо интереснее. Кроме того, зелье там лучше. — Да нет, такое же. Тамошня мне больше по вкусу. Пойдемте, выпьем чего-нибудь. Мне сегодня хочется напиться. — А мне ничего не хочется, — пробормотал Адриан. — Все равно, пойдемте. Адриан Синглтон лениво встал и пошел за Дорианом к буфету. Мулат в рваной чалме и потрепанном пальто поврюетствовал их противно скалягу зубы и со стуком поставил перед ними бутылку бренди и две стопки. Женщины, стоявшие у прилавка, тотчас передвинулись ближе и стали заговаривать с ними. Дориан повернулся к ним в спину и что-то тихо сказал Синглтону. Одна из женщин криво усмехнулась. — Ишь, какой он сегодня гордый! — фыркнула она. — Ради бога, оставь меня в покое! — крикнул Дориан, топнув ногой. — Чего тебе надо? Денег? На, возьми и не смей со мной больше заговаривать. Красные искры вспыхнули на миг в мутных зрачках женщины, но тотчас потухли, и глаза снова стали тусклыми и безжизненными. Она тряхнула головой и с жадностью сгребла со стойки брошенной монеты. Ее товарка завистливо наблюдала за ней. — Ни к чему это! — со вздохом сказал Адриан, продолжая разговор. — Я не стремлюсь вернуться туда. — Зачем? Мне здесь очень хорошо. — Напишите мне, если вам понадобится что-нибудь. — Обещаете? — спросил Дориан, промолчав. — Может быть, и напишу. — Ну пока, до свидания. — До свидания, — ответил молодой человек и, утирая платком запекшиеся губы, стал подниматься по лесенке. Дориан с болью посмотрел ему вслед и пошел к выходу. Когда он отодвигал занавеску, ему в догонку прозвучал циничный смех женщины, которой он дал деньги. — Уходит эта добыча дьявола! — хрипло закричала она и кая. — Не смей меня так называть, проклятая! — крикнул Дориан в ответ. Она шелкнула пальцами и еще громче заорала ему вслед. — А тебе хочется, чтобы тебя называли прекрасный принц, да? Дремавший за столом моряк, услышав эти слова, вскочил и как безумно осмотрелся кругом. Когда из прихожей донесся стук захлопнувшейся двери, он выбежал с тримглав, словно спасаясь от погони. Дориан Грей под моросящим дождем быстро шел по набережной. Встреча с Адрианом Синглтон почему-то сильно взволновала его, и он спрашивал себя, прав ли был Базил Холвард, когда с такой оскорбительной прямотой сказал ему, что разбитая жизнь этого юноши делала рук его, Дориану. На минуту глаза его приняли печальное выражение, но он тотчас же встряхнулся. Собственно, ему-то что? Слишком коротка жизнь, чтобы брать на себя еще и время чужих ошибок. Каждый живет как хочет и расплачивается за это сам. Жаль только, что так часто человеку за одну единственную ошибку приходится расплачиваться без конца. В своих расчетах с человеком судьба никогда не считает его долг погашенным. Если верить психологам, бывают моменты, когда жажда греха, или того, что люди называют грехом, так овладевает человеком, что каждым фибром его тела, каждой клеточкой его мозга движут опасные инстинкты. В такие моменты люди теряют свободу воли. Как автоматы идут они навстречу своей гибели. У них уже нет иного выхода, сознание их либо молчит, либо своим мешательством только делает бунт заманчивее. Ведь теологи не устают твердить нам, что самая страшная из грехов – это грех непослушания. Великий дух, притеча зла, был ислезан с небес именно за мятеж. Бесчувственный ко всему, жаждущий лишь утешения порока, Дориан Грей, человек со скверненным воображением и бунтующей душой, спешил вперед все ускоряя шаг. Но когда он нырнул в темный крытый проход, которым часто пользовался для сокращения пути к тому притону с дурной славой, куда он направлялся, сзади кто-то неожиданно схватил его за плечи и, не дав ему опомниться, прижал к стене, грубой рукой вцепившись ему в горло. Дориан стал отчаянно защищаться и, сделав страшное усилие, оторвал от горла сжимавшие его пальцы. В ту же секунду щелкнул курок и в глаза Дориана блеснул револьвер, направленный прямо ему в лоб. Он смутно увидел в темноте стоявшего перед ним невысокого коренастого мужчины. «Чего вам надо?» — спросил Дориан, задыхаясь. «Стойте смирно!» — скомандовал тот. «Только шевельнитесь, и я вас пристрелю». «Вы с ума сошли! Что я вам сделал?» «Вы разбили жизнь Сибилы Уэйн, а Сибилла Уэйн — моя сестра. Она покончила с собой. Я знаю, это вы виноваты в ее смерти, и я дал клятву убить вас. Столько лет я вас разыскивал, ведь не было никаких следов. Только два человека могли бы вас описать, но оба они умерли. Я ничего не знал о вас, только то ласкательное прозвище, что она дала вам, и сегодня я случайно услышал его. Молитесь Богу, потому что вы сейчас умрете». Дориан Грей обомлел от страха. «Я ее никогда не знал», — прошептал он, заикаясь. «И не слыхивал о ней. Вы сумасшедший!» «Обирайтесь в своих грехах, я вам говорю, потому что вы умрете. Это так же верно, как то, что я Джеймс Уэйн». Страшная минута. Дориан не знал, что делать, что сказать. «На колени!» — прорычал Джеймс Уэйн. «Даю вам одну минуту, не больше, чтобы помолиться. Сегодня я ухожу в плавание, и сначала должен расквитаться с вами. Даю одну минуту, и все». Дориан стоял, опустив руки, парализованный ужасом. Вдруг души его мелькнула отчаянная надежда. «Стойте!» — воскрикнул он. «Сколько лет? Как умерла ваша сестра? Скорее отвечайте!» «Восемнадцать лет!» — ответил моряк. «А что? При чем тут годы?» «Восемнадцать лет?» — Дориан Грей рассмеялся торжествующим смехом. «Восемнадцать лет! Да подведите меня к фонарю и взгляните на меня!» Джеймс Уэйн одно мгновение стоял в нерешимости, не понимая, чего надо Дориану. Но затем потащил его из-под темной арки к фонарю. Как ни слаб и неверен был задуваемый ветром огонек фонаря, его было достаточно, чтобы Джеймс Уэйн поверил, что он чуть не совершил страшную ошибку. Лицо человека, которого он хотел убить, сияло всей свежестью юности, ее непорочной чистотой. На вид ему было не больше десяти лет. Он, пожалуй, был немногим старше, а может и вовсе не старше, чем Сибилла много лет назад, когда Джеймс расстался с ней. Было ясно, что это не тот, кто погубил ее. Джеймс Уэйн выпустил Дориана и отступил на шаг. «Господи, помилуй, а я чуть было вас не застрелил!» Дориан тяжело перевел дух. «Да, вы чуть не совершили ужасное преступление», — сказал он, сурово глядя на Джеймса. «Пусть это посужит вам уроком. Человек не должен брать на себя отмщение. Это дело Господа Бога». «Простите, сэр», — пробормотал Уэйн. «Меня сбили с толку. Случайно услышал два слова в этой проклятой дыре, и они навели меня на ложный след. «Вступайте-ка домой, а революр спрячьте, не то попадете в беду», — сказал Дориан и, повернувшись, неторопливо зашагал дальше. Джеймс Уэйн, все еще не опомнившись от ужаса, стоял на мостовой. Он дрожал всем телом. Немного погодя, какая-то черная тень, скользившая вдоль мокрой стены, появилась в освещенной фонарем полосе и неслышно подкралась к моряку. Почувствовав на своем плече чью-то руку, он сдрогнул и глянулся. Это была одна из тех двух женщин, которые только что стояли у буфета в притоне. «Почему ты его не убил?» — прошипела она, плотную и приблизив к нему испитое лицо. «Когда ты выбежала, Делия, сразу догадалась, что ты погнался за ним. Эх, дурак, надо было его пристукнуть. У него куча денег, и он настоящий дьявол». «Он не тот, кого я ищу», — ответил Джеймс Уэйн. «А чужие деньги мне не нужны. Мне нужно отомстить одному человеку. Ему теперь должно быть под сорок. А этот еще почти мальчик. Слава богу, что я его не убил. Не то были бы у меня руки в невинной крови». Женщина горько засмеялась. «Почти мальчик?» «Как бы не так. Если хочешь знать, вот уже скоро восемнадцать лет, как прекрасный принц сделал меня тем, что я сейчас». «Лжешь!» — крикнул Джеймс Уэйн. Она подняла руку. «Богом клянусь, что это правда». «Клянешься?» «Чтобы у меня язык отсох, если я вру». «Этот хуже всех, кто таскается сюда». Говорят, он продал душу черту за красивое лицо. «Вот уже скоро восемнадцать лет я его знаю, а он за столько лет почти не переменился». «Не то, что я», — добавила она с печальной усмешкой. «Значит, ты клянешься?» «Клянусь!» — хриплым эхом сорвалось с ее плоских губ. «Но ты меня не выдавай», — добавила она жалобно. «Я его боюсь. И дай мне денжонок за ночлег заплатить». Он с яростным ругательством бросился бежать в ту сторону, куда ушел Дориан Грей, но Дориана и след простыл. Когда Джеймс Вэй наглянулся, и женщины уже на улице не было.